Кататься можно. Сегодня представители Общероссийского народного фронта проверили качество и безопасность ледяных горок и катков Сургута. Какие выявили недочеты активисты, расскажем в следующем сюжете. Сколы и неровности — это не беда. Ледяные горки в Сургуте практически идеальны, быстрые, но, что самое главное, нетравмоопасные. Дети прокатились, мы посмотрели, что вроде всё безопасно. В принципе, горка достойная. Однако не все югорские зимние городки получили положительную оценку общественников. Так, у представителей Народного фронта возникли вопросы к состоянию горки в посёлке Фёдоровский. В поселении Фёдоровском выявлена платная горка. Предусмотрены, конечно, бесплатные часы, но дети не имеют возможности кататься на бесплатной горке. Должна быть предусмотрена альтернатива выбора горки бесплатной. Это единственная горка в посёлке Фёдоровский. И та платная. Чтобы скатиться с неё, необходимо выложить целых 200 рублей. Неудивительно, что сегодня она пустует. Но пока ребятам остаётся довольствоваться лишь вот такими горками. Кроме того, активисты выяснили, что у единственного, да ещё и платного аттракциона не предусмотрен безопасный подъём и съезд. С этим вопросом общественники обратились к местным чиновникам. Индивидуальными предпринимателями эта горка была закуплена. Она имеет паспорт, имеет, как я уже говорил, сертификат соответствия гостам безопасности. Я не катаюсь на той горке, потому что первый раз, когда я скатилась, то у меня очень сильно болела спина. Я на горке не катаюсь, потому что она платная и стоит очень много денег. Она железная, но я считаю, что это не очень правильно. В целом же активисты остались довольны ледяными городками. Практически все сооружения соответствуют госстандартам. А это значит, что родителям не стоит волноваться за своих чат, когда те хотят покататься.